Девушки отдыхают Кайрат Байкенов бьет любые рейтинги как композитор, исполнитель суперхитов, любимец публики, глава семейства и просто мистер Харизма. В этом единогласна и вся его популярная группа «Формат», которую, кстати, он не так давно отформатировал и уже снял в обновленном составе несколько клипов, в том числе и нашумевшие, техногенные. А в общем, это вся звездные братья, очень даже земные, улыбчивые и такие нужные. И это становится понятным с первой ноты. Когда поет Кайрат Байкенов, он затмевает всех суперменов. Точка. На нем следы губной помады казахский Бэтмен с казахстанской эстрадой. Видишь как, Кайрат, ты вдохновляешься, понимаешь? Не только на мелодии, но и на такие стихотворные подвиги. Кайрат, как удается быть в форме вот столько, столько лет уже? Я тебе, не говори, не говори, сколько я тебя знаю. Вот скажи мне, что тебе помогает быть в форме? Ну, девчонки, понятно. Как показала, Ольга так показала. Так я знаю. Девчонки, это имеется в виду четыре моих дочери. Хочется, да, вот что-то всегда привносить что-то для себя, что-то новое, открывать для себя что-то новое. Если стоять на месте и повторять, копировать другие какие-то музыки или там, не знаю, это будет стояние на месте, если есть такие слова. Поэтому, ну... Нет, в твоих устах, понимаешь, это неологизм, и ты можешь придумать любые слова. Понимаешь, ты бренд уже. Я композитор, я могу придумывать. Все равно, о чем давно мечтали ты, и друг-друга стали бесконечностью. Мы выступаем в одном заведении, и нам приходят и говорят, вы сейчас выступаете в другом, я точно знаю, как так. Нет, мы вот здесь. Нет, говорит, точно там, там, там вот сказали, что формат выступает. То есть, понимаете? Ольга, это слава. Это уже, да. Это уже тренд такой. Я, видишь, в советское время вырос, поэтому я ласковые маи, фабрики прям у меня были. Я тоже в Казахстан привозил по 10 ласковых маев. Ну, надо было как-то выживать в этом суровом 90-х годах. Хочешь выжить, будь форматом. Здорово! На самом деле, мы к популярности, как говорится, относимся спокойно, потому что нам не 20 лет, не 25. Мы, в общем, идем размерным путем, как надо, как правильно, как профессионально. Ты сам сочиняешь вот всю музыку, или все-таки тебе Андрей, Виталий, он, Ербол, они помогают и говорят, горяки, дай-ка нашу нотку поперек. И я всю музыку один, ну, раньше делал, сейчас делаем коллективно, почему, как говорится, и у нас и группа существует, каждый отвечает за разные параметры. Вот, допустим, я сам, на самом деле, не так высоко образован, как многим кажется, не заканчивал консерваторию. Все нормально. Да-да, Ольга, вот правильно делает. Нет, 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 я возмущаюсь, я возмущаюсь тебя, нет, вот образований, чем этот человек, нету все равно, что наше образовывание? Да, просто, хорошо, я опять правильно, вот пусть хвалят другие. Прямо это. Я хорошо складываю мелодии, просто получается. Много очень помогает мой коллектив, бас, это просто, каждый из них, как говорится, очень, очень профессиональные музыканты. И мне с ними просто, как говорится, за гордость работать в этом составе. Формат не оставляет никого равнодушным и безучастным. Включите Формат, танцуют все, и даже звезды собрат Ярланд Кокеев. Андрей, скажи мне, почему тебе так почетно называться и быть в составе группы Формат? Вот почему? Ну, на самом деле, это, во-первых, это самое... Ты же сам по себе личность? Ты музыкант, музыкантище с большой буквы? Да. Мне... С большой буквы Ф, почему потому что формат? Нет, лучше, чем здесь, в этом коллективе, я не работал нигде. Потому что музыкант с другой буквы начинается, так? Здесь очень все... Он припедняется, он на на работа, он ушел оттуда ради формата. Он работал на на! Он ушел ради формата. Я ушел с на на ради формата. Это вот так надо говорить. Вот так, сразу, сразу. Так, ну слушай, тут у нас уже места нет на скатерти автографы брать от формата. Все. Можно? Ерлану, как я его, можно найти, спросите? Конечно, можно. Ерлану, иди в гос. Ерлан, а пусть сходу... Сходу пусть Ерлан скажет. Что ты можешь сказать про группу формата? Вот они тоже отыграли. Я знаю, что они всегда в формате. Вот ты когда играл в Дос Мукасане, ты когда-то мечтал, что когда-то ты еще встретишься с такими ребятами, как формат, вообще, ты мог представлять, что будут последователи музыкальных традиций, и вот в Астане. Я всегда об этом догадывался. Виталий, типаж, я бы тебя взял бы в какую-нибудь кинокартину, но ты и в роли музыканта, и в роли какого-нибудь... Алкоголика-художника. Почему алкоголик-художника? Ну, не знаю, почему так показалось. Профессор, профессор. Какой-нибудь волшебник. В принципе, да. Вот этот человек знает все стили музыки. Это уже что, о чем-то говорит. Он любит играть в джаз. Он любит, да. Причем джаз определенный. Самый глубокий. Самый глубокий, да. Который не все музыканты даже понимают. Чтобы не было ненужных затрат, вкладывайтесь люди в группу форматов. Ты мой брат, и я твой брат. Да здравствует группа форматов. Как всегда, Кайрат, всех телезрителей, особенно телезрительниц телеканала Нужон, всегда волнуют творческие планы любимцев. Любимец? Так, какой у тебя план? Какой солдат не хочет быть генералом. И мы, конечно же, сегодня был такой фрагмент нашего творчества. Это был мини-концерт. Мы, конечно же, хотим весной сделать большой концерт к десятилетию группы. Да, как ни странно, нам задают такой вопрос. Как вам 10 лет? У вас только этот Махабата появился. Да, нам 10 лет. Не будем же мы отчеты вести от песни Махабата. Мы давно работаем. Махабата А вспомните, подводя итоги, это нелегкой гастрольной и такой музыкально-трудовой деятельности были какие-то неожиданные ситуации нештатные. Всегда же происходят во время выступлений, репетиций и сочинений. Что, говорить будем, нет? Про расстройство желудка? Нет, нет, я вот вспоминаю. Знаете, гастроли, это было под казалордой. Почему я их вспоминаю? Потому что было для нас... Ну, мы хоть и группа-то популярная, но мы не знали всю степень популярности. Да, мы не отдаем себя отчетом. Да, мы не знали степень популярности. Вот когда мы под казалордой давали концерт, для того, чтобы мы прошли на сцену, это правда, пришлось из ОМОНовцев строить коридор. А я это как по доброте душевное с фотографией. Да, конечно, давай с фотографией. И меня вот так вот уносят, короче. И пришлось администратору просто вырывать из толпы солиста, чтобы выйти на сцену. Это очень приятно, и так было неожиданно, и страшно. Как раз у нас готов сюрприз для группы «Формат». Это знаменитейший карикатурист. Карикатурист? Карикатурист. Город Астаны. И зовут ее Каракоз. Мы ее приглашаем в студию. Хопа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как приятно. Как увижу в Каракоз, так мне пофигу мороз. В 10 раз говорю, в 10 раз смешно Дорогой музон, у тебя прекрасный музон и прекрасный вкус Мы очень рады быть сегодня и показать свои какие-то возможности, творческие возможности И нам было очень приятно получить от вас награду в прошлом году за лучшую песню о любви А я хотела бы сказать огромное спасибо нашим слушателям, нашим зрителям Наше творчество для вас, мы будем работать, мы будем очень стараться Мы для вас, не курите Молодец! Когда-нибудь мы услышим о группе Формат, как о покорителе миров Со своим неизменным звездным Магелланом Кайратом Байгеновым А для этого нужно продолжать нелегкий тернистый путь творцов И пожелать нашим любимцам больше песен, творческого озарения и любви многочисленной армии поклонников Дельта Баска!